ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА Генерал-майор Серик Кудибаев, проведя единый строевой развод, довел доверенного личного состава, в первую очередь, информацию о необходимости строгого соблюдения законности антикоррупционного законодательства, проявлений и принесений службы профессионализма и моральной этики, при этом особо указал на вежливое отношение с гражданами. Ознакомился главный полицейский с техническим состоянием имеющихся автомобильной техники, а также готовность к зимним условиям. Глава ведомства отметил необходимость постоянной проверки технического состояния служебных автомобилей и недопущения сотрудниками полиции правонарушений. Дал генерал и поручения по усилению мер по обеспечению безопасности дорожного движения с учетом погодных условий и гололеда. Наряду с профилактикой правонарушений на дороге необходимо организовать дежурство во избежание несчастных случаев на опасных участках дорог. Кроме того, Серик Кудибаев рассказал о проводимой работе по повышению имиджа полицейских на государственном уровне и подчеркнул, что каждый страж порядка должен достойно нести службу. С учетом важной роли сотрудников полиции в работе по предупреждению эпидемии коронавируса, которая охватила весь мир, было поручено продолжить работу в данном направлении. В Алматинской области стартовала акция «16 дней без насилия». В ее рамках принимаются меры, направленные на предупреждение и пресечение насилия в отношении женщин, охрану материнства и детства, укрепление роли семьи в обществе. Акция продлится с 25 ноября по 10 декабря текущего года. Она проводится в соответствии с положением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в связи с чем в Казахстане проводится акция «16 дней без насилия». В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, информирование о принимаемых мерах правонарушителям, алгоритма действий пострадавших от семейно-бытового насилия. К этому событийному мероприятию привлекаются общественные помощники полиции, молодежное объединение. Повсеместно будут проводиться проверки по месту жительства неблагополучных семей. Сообщили стражи порядка и телефоны горячей линии по вопросам борьбы с насилием в сфере семейно-бытовых отношений. 13-01 и 8-72-82-28-00-05, куда может обратиться каждый гражданин, подвергшийся насилию. Наркополицейские продолжают свою борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. С начала года в сводках неоднократно отмечались задержания наркобарыг. Учитывая в период первой волны пандемии установленные посты, существенно снизилось поступление наркотиков, что вынудило некоторых граждан заняться культивацией наркосодержащих растений на своих приусадебных участках. Задерживали полицейские и распространители синтетических наркотиков. Один из них был задержан на днях сотрудниками управления по противодействию наркопреступности на территории Толгарского района. Там была пресечена попытка сбыта наркотического средства синтетического производства весом 0,57 грамм. Кроме того, у этого же подозреваемого 39-летнего жителя села Амангильды при обыске в частном доме служебно-розыскная собака обнаружила на кухне металлическую банку с веществом, признанным экспертизой гашишем весом 220,8 грамм, что является особо крупным размером. Также во дворе рядом с баней собака нашла полиэтиленовый пакет с веществом, признанным экспертизой марихуаной весом 1,466 грамм, что также является особо крупным размером. В отношении подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Несмотря на это, в целом криминогенная обстановка в регионе в текущем году заметно улучшилась. Так, в 2,6 раз сокращено количество разбойных нападений, при этом общая раскрываемость столь опасного вида преступлений улучшена на 1,3%, а по горячим следам на целых 12%. Положительная динамика в сторону сокращения преступности складывается и по грабежам, количество которых уменьшилось в 2,1 раза. Так, в 3 раза меньше совершено грабежей в кафе и ресторанах, в 4 раза в парках, в 2 раза на улицах. С 22 до 9 снизилось количество грабежей на магазины, с 56 до 20 на дома и квартиры. В то же время, при уменьшении количества, раскрываемость этого вида преступлений улучшилась на 3,3% и составила в этом году 76,6% против 71% в 2019 году. Благодаря проведенной работе стражам порядка в этом году удалось существенно улучшить картину краж скота, количество которых снизилось более чем на 31%. На территории Алматинской области на сегодняшний день зарегистрировано 659 фактов скотокрасства, в 2019-м 959. По горячим следам в течение дежурных суток раскрыто 357 преступлений, то есть более чем на 50% больше. Раскрыто и 195 ранее совершенных краж скота. На территории области с начала года организовали и провели 4 целевых оперативно-профилактических мероприятия скотокрасства, позволивших раскрыть 118 ранее совершенных краж. Законным владельцам возвращено 1126 поголовья скота, вместе с тем задержали 28 преступных групп воров-скотокрадов, которым доказана причастность к совершению 140 краж, где 51 преступление относится к категории тяжких. В частности, только в ноябре текущего года в Искельдинском, Аксусском и Кирбулахском районах задержано 3 преступные группы в количестве 11 человек, которым доказана причастность к 24 кражам скота. Выявлены и 394 правонарушения за перевозку скота и мясной продукции без соответствующих документов. Буквально на днях полицейские задержали на месте преступления при вывозе краденной отары двух граждан. Все происходящее было запечатлено на видео, которое вошло в доказательную базу. На видео двое мужчин пытаются объяснить патрульным полицейским причину своего нахождения в безлюдной местности и в итоге признаются в краже целой отары овец. Факт зарегистрирован в Генбикше-Казахском районе. В ночь с 28 на 29 октября инспекторы батальона патрульной полиции, патрулируя автодорогу Алматы-Шелек-Харгос, заметили застрявший в поле грузовой Hyundai. При проверке в кузове бусика были обнаружены 40 овец, на которые владелец автомашины и его пассажир не смогли предоставить каких-либо документов. Установлено, что овец похитили из близ расположенного поселка Орнек. По факту кражи возбуждено уголовное производство. Материальный ущерб составил более 2 миллионов тенге. Хозяин отары, не успевший заметить кражу овец, был приятно удивлен приходу полиции, возвративших похищенное скотопоголовье в целости и сохранности. Квартирных воришек по горячим следам задержали полицейские Алматинской области. На уходящей неделе в селе Шелек, Янбикше-Казахского района, в дневное время из частных домов путем выдавливания пластиковых окон было совершено 4 кражи. Похищали деньги, золотые и серебряные изделия, одежды, технику и другое ценное имущество. Все факты зарегистрированы в ЕРДР. Созданная следственно-оперативная группа установила злоумышленника, задержанного по горячим следам. Задержанный, 29-летний житель города Уштоби-Картальского района, изобличенный доказательствами, признался и добровольно выдал похищенную шубу и часть денежных средств, взятых из копилки с места последней кражи. Украденное сразу увозил в город Алматы, где продавал на рынках незнакомым покупателям, но деньги тратил на собственные нужды. Подозреваемый водворен в изоляторе временного содержания, и в ближайшее время он предстанет перед судом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До свидания.